Урок технического творчества. За партами пятиклассники не сидят. Мальчишки вырезают из дерева капот, бампер и колеса. Сюда они прибежали после урока в школе. Уже во время сборки Платон думает о приводе. Нужно выбрать движитель, то есть моторчик. Тогда машинка поедет. Говорит, что в школе на технологии такого нет. На уроках чаще берут в руки учебник. Вот ограда завалилась у бабушки с дедушкой. Что взять гвозди, взять молоток и починить ограду. Взять ножовку, нарезать новый штакетник и сделать красивую ограду. В школе не научат? В школе, безусловно, научат, но здесь у нас больше упор на практическую деятельность. Федор говорит, что четыре года назад у него было восемь занятий в неделю. Сегодня их восемнадцать. Нехватку должного образования и учителей в школе родители решают доп. образования. Такие курсы есть и на бюджетной основе. Дети приходят сюда, начиная с пятого класса. И мы видим его растущий, можно так сказать, потенциал знаний, которые он получает здесь. И то, что мы получаем на выходе. То есть, ну вот уже на протяжении нескольких лет сто процентов наших выпускников поступают на бюджетные места в ведущие вузы Российской Федерации. Наследники Ползунова изучают математику, программирование и робототехнику. Например, в школе химия с восьмого класса. Здесь с пятого. Кирилл, которому десять, изучает таблицу Менделеева в настоящей лаборатории. Сюда он хотел попасть. Мне мама сказала пойти на математику в политех. Я узнал об этом, захотел туда попасть. Узнал, что там еще информатика есть, которая мне нравится. Я сдал экзамен. Дальше провел разговор. Это был уже второй тур. Мало кто попали на второй тур. И вот так я поступила. Набор стартует в марте. И в этом сезоне он уже открыт. Главный критерий отбора – мотивация ребенка. Для педагогов это главное отличие от школы, где обучение – синоним слова «надо». Как и в школе, здесь есть теория и практика, но еще осознанность. Платон знает, что в будущем он может стать инженером, а Кирилл – врачом. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов и Александр Антропов. День с толком.